Я процитирую по медиазоне слова местного жителя из Суджи, его зовут Иван, фамилия по понятным причинам не приводится, цитата следующая. Надеюсь, что просто будет оккупация и не будут трогать мирных жителей, будут сидеть по подвалам, никуда не выходить, и все, пока не придет наша доблестная российская армия и не сотрет город с лица земли. Кроме того, я уже слышала, безусловно, эту мысль, о которой вы только что проговорили, о том, что никто ничего не замечает, все быстро забывается, и все как-то воспринимается само собой, как само собой разумеющееся. Почему так происходит, как вы думаете? Почему так вообще происходит, что мы все, в широком смысле мы, привыкли к таким вещам, воспринимаемых как норму, а реагируем только на какие-то мелкие бытовые раздражители и на необходимость сделать какие-то действия, подвинуться, помочь кому-то? Я думаю, да, я думаю, что у многих из нас, у многих, причем по любую сторону, по любую сторону этой войны, в общем, такая в душе большая пустыня, покрытая коркой соляной кислоты, через которую очень трудно пробиваются чувства, эмоции и так далее, потому что Путин смог удивлять нас каждый день и удивлять, наверное, слово плохое. Я, на самом деле, не хочу подбирать других слов. Он, конечно, показал нам, как чудовищен на самом деле русский мир, как на самом деле легко меняются люди, как они могут легко и просто предавать. Мы знаем, что Путин убежден, что нет людей неподкопных, есть просто цена, другая цена, за которую люди собираются договориться. И он такое вот устроил в России. Есть просто цена, цена человека, она такая или другая. И нет никаких убеждений, нет никакой эмпатии. Мать продает сына, за какие деньги? За тысячу не продаст, а за миллион продаст. Всего-давсего вопрос цены. А вы говорите материнская любовь, материнские инстинкты. Нет никаких инстинктов, нет никакой любви. Почем жены продают мужей? Иногда миллион, иногда меньше. Иногда ценуются профессии. Оказание гуманитарной помощи. Тем же самым жителям Курска. Вообще, конечно, эмиграция по этому поводу зря, конечно, хлопают крыльями. Поскольку сообщить Урбе-Торбе, что мы за то, чтобы оказывать помощь, это одно. Тут либо браво-браво, либо ах, негодяй, что же вы такое предлагаете. Но в любом случае, это всё дальше Фейсбука не пойдёт. Потому что дальше начинается иностранный агент, они желают на организации помощи за границей, кто её возьмёт. А если её возьмёт, она будет анонимная. А если анонимная, то она не имеет политического никакого свойства, только гуманитарная. А с гуманитарными партиями торжественно идут Единая Россия, православная церковь, какие-то там 40-40 во главе с Малафеевым, там какой-нибудь попадьё очередной. Вот это вот всё сейчас во всё будет идти, раздаваться. Гуманитарная помощь придёт. И в этом тоже нет никакого ни сочувствия, ни эмоций. Это называется план мероприятий. Вот план мероприятий, он будет выполнен. А Курянину какая разница? Он по плану мероприятий получил свой матрас полосатый, одна штука, или от чистого сердца, перевезённый через Польшу, через 28 границ, подпольно, с риском для жизни. Ему наплевать на это. И об этом разбивается вообще на самом деле вся гуманитарная деятельность. Потому что это теперь везде гонза, гонза, гуманитарная деятельность и план мероприятий. Вот, собственно, всё. Потому что могут. Потому что могут. С эмпатией, с эмпатией, да, сейчас, наверное, самая дефицитная вещь эмпатии. Мы, наверное, ещё по-прежнему можем плакать насчёт кошечек-собачек. Так пока ещё можем. Но, в общем, больше ни почему, наверное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...